Жизнь в лесу замерла, листья давным-давно упали, все покрылось снегом. Хотя нет-нет, ну вот промелькнет какой-нибудь след, белочка пробежит или сойка крикнет. Ну конечно, такого буйства, как весной и летом, тут нет. А что творится в микромире? Давайте посмотрим на пруд. Там всегда было интересно. А пруд покрылся льдом, и для маленьких существ это беда, ведь при замерзании вода расширяется, и крошечные клетки при замерзании воды внутри могут просто-напросто разрушиться. Это, ребята, серьезная проблема. Но есть живые существа в микромире, и их немало, которые умеют с этой бедой справляться. И, собственно, главная стратегия здесь, она, скажем так, медвежья. Залечь в сон и дождаться пока не потеплеет, и пока вместо льда будет снова добрая, замечательная вода. Да. Слушайте, а я как раз и говорю о медведях, только о медведях микромира. Сегодня мы отправляемся с вами на охоту, безопасную, добрую охоту, за микроскопическими медведями микромира, за этих охотками. Погнали! Микроберлоги водяных медведей будем искать на деревьях. И вот первый объект, внимание, ребята, рыжевато-красный налет на коре деревьев называется водоросль Трантеполия. Вы не ослышались? Этот рыжий порошок действительно сухопутная водоросль. А нас еще и мхи интересуют. Где-то среди этих веточек наверняка притаились микрообитатели. Можно прихватить и немножко лишайника. Мох и лишайник это совершенно разные живые существа. Где-то тут притаились тихоходки. Итак, рыжая водоросль, такая красноватая Трантеполия. На деревьях разнообразные мхи, которые тоже на деревьях растут. Это второй источник тихоходок. И третий, это, ребята, не мох, не водоросль, но лишайник. Вот как, например, на этой березе, но лишайник желтого цвета, который называется Ксантория. Тут я его пока не вижу. Будем искать. Бродил, искал, но в нашем лесу не нашел, поэтому покажу вам архивные съемки. Вот так выглядит лишайник Ксантория. Совершенно космическое существо. Мы летом из него пытались вишневую краску добыть. И даже получалось. Приносим все наши пробы в тепло и замачиваем их на некоторое время в воде. Ждем буквально несколько часов. А дальше вооружаемся пипеткой и, смотрите, вытягиваем, вытягиваем со дна нашей баночки как можно больше всякой разной грязюки. И ставим капли. Капель нужно будет ставить, ребят, много. Другой хороший способ, это взять кусочек субстрата, мха, лишайника и отжать, и уже брать вот эту воду. Давайте посмотрим, кого я увидел в своих каплях через день, после того, как капли принес с мороза. Здесь в поле зрения попало множество разных инфузорий. Откуда только они взялись в этой пробе, интересно. О, а это, ребят, кусочек мха. Еще будем с вами говорить, тихоходки очень любят протыкать эти клетки и выпивать их. А вот это не тихоходка ли? Но нет. Червячок-коловратка. И вот так бродишь по капле, рассматриваешь, и уже, честно говоря, отчаиваешься. Ну, неужели тихоходок тут нет? А это, ребята, редкий зверек. Не надо терять надежды, потому что в какой-то момент мы увидим вот такое копошение. Как только вы увидите лапки, ребята, это 100% водяной медведь. Вон снизу проползает коловратка, совсем другое существо. Тихоходка не любит открытых пространств и плаваний. Она любит тихонечко ходить по кусочкам мха, лишайника или по коре. Поэтому, видите, при любой возможности она цепляется своими лапами за субстрат. Обратите внимание на лапках у тихоходок. Ну, прям как у настоящих медведев. Опять же, несколько крючочков, которыми она крепко-накрепко держится за кору. О, а здесь видны две темные точки на ее голове. Это ее глазки, ребята. Лапок у тихоходок 8. И на каждой лапе, ну, по 3 или 4 коготка. На голове, кроме глаз, есть еще и рот. Вон, она его выпячивает в виде короны какой-то. А что, вообще говоря, тихоходки кушают? Ну, есть, скажем так, травоядные виды. И вот, смотрите, по кусочку коры бродит тихоходка и, наверное, протыкает клетки водорослей трантеполии и выпивает их. Здесь она ни в капле, ни потревоженная. И, ребят, я видео не ускорял. Понятно, почему ее тихоходкой назвали, правда? Очень медлительное существо. Но кроме травоядных тихоходок, бывают еще и хищники, оказывается. Полюбуйтесь на эту красавицу. Выпеченный рот, темные глаза, мощная мускулистая глотка внутри. Здесь замечательно видно, как идут тяжи мышц к ее лапам. Смотрите, сейчас поиграю с немножко светом. Тихоходка действительно большая, даже в поле зрения не попадает. Тяжи мышц видны еще внутри желудок. Но, посмотрите, она совершенно не движется, потому что тихоходки могут засыпать. Они избавляются от лишней воды и уходят в глубокий анабиоз, оцепенение. Вот здесь она едва поддрыгивает лапками, а через несколько минут, накопив воду, начинает бегать по капле. А как размножаются тихоходки? Вот, ребят, единственное, что находил, это вот такая шкурка тихоходки с яйцами внутри. Так что, друзья, даже в лютые морозы можно найти водяных медведей. Главное собрать побольше мха, лишайника, вот этой водоросли красноватой трентеполии. И дальше следовать моим рекомендациям и не сдаваться. Вы помните, что в одной капле тихоходки может и не быть, во второй тоже, в третьей тоже, в четвертой, пятой, шестой. А в десятой наверняка найдется. Так что давайте, ребята, попробуем разбудить водяных мишек и с ними как следует познакомиться. А на этом все. Счастливо, друзья!